Продолжение следует... ...из этих тем или проблем, ну и какое-то время я оставлю и в конце для какой-то дискуссии или каких-то вопросов. Итак, первая проблема, относящаяся вот к этому периоду, Московская Русь, это проблема так называемого Ордынского Ига. Видите, Ига я взял в кавычки, потому что в науке это слово уже оспаривается, оно неоднозначно. И, ну, понятно, действительно серьезный вопрос, как повлияло владычество монголов, зависимость от Орды. Тут разные используются слова, про слово Ига мы тоже немножко поговорим потом. Вот, перед вами проблема, какие бы вопросы вы к ней поставили? Пожалуйста, что бы вас интересовало? Вот при слове Ига, Орда, Монголы, что бы вам хотелось спросить? Причины. Причины чего? Ну, что мы попали под Ига. А, понятно. Я такого вопроса не буду специально объяснять, но прокомментирую. Да, пожалуйста, еще. Степень взаимодействия отдельно с Казахстаном и Санатом. Ну да, понятно. То есть отношения, ну, вот князей и Орды, понятно. Есть такой вопрос, конечно, еще. Возникновение Ордынского Ига. Возникновение. Ну и вообще какая-то хронология, какая-то периодизация. Когда началось, когда закончилось. Да, пожалуйста. В ряда Игума или сотрудничество? Так, ну вот, да, сотрудничество и Лига. То есть это уже интерпретация какая-то. И почему так долго? И почему так долго? Ну, между прочим, вопрос сколько? Это ведь непростой вопрос. Да. Культурное взаимодействие. Культурное взаимодействие. Так, еще. И последствия. Последствия. Ну, разумеется, это есть вопрос о влиянии. Повлияло, не повлияло и как? Кто именно включен в это понятие Ордынского Ига? Какой была страна? Какой была страна? И где она кончалась? Так, это тоже. Это ведь вопрос еще о воображении. Как мы воображаем это пространство? Как оно организовано? Кто относится туда, кто нет? Да. Наверное, вообще, какие-то позитивные какие-то моменты от Ига? Потому что, потому что об этом редко говорят. Если говорят про негативные. Позитивные. Ну да. Но это можно включить в вопрос влияния. Потому что влияние обязательно отрицательное. Насколько изменилось на московское государство и устройство за наличие непонависимых государств? Государство перестали ли могло быть кочевниками когда-то? Ну, перестали ли быть кочевниками. Да. Ну, понятно. Да. Целый-целый набор вопросов. Да. Вот еще девушка хотела что-то спросить. На восприятие власти. Понятно. Конечно, нельзя ответить за это время на все вопросы. Но на какие-то попробуем ответить. Если я что-то не упомяну, а вас это интересует, вы не постесняйтесь, потом спросите. Значит, вот вопросы, которые я наметил. Значит, нашествие Ига восприятия современников – это сравнительно новая тема. Вот как это ни странно, в XIX веке никто так вопрос не ставил. Обратите на это внимание, пожалуйста, потому что вопросники тоже меняются со временем. Наука развивается, и в том числе таким путем ставятся новые вопросы. Для Карамзина, Соловьева, Ключевского такой вопрос не стоял. А что, собственно, современники думали, говорили, как они оценивали – этого вопроса не было. Это был, знаете, как называется у философов, объективный. Субъективный идеализм, а не субъективный. Этот вопрос кто-то из вас уже ставил. То есть характер отношений, и его можно определить в разных терминах. И, наконец, третий какой-то вопрос получается – продолжительность. Действительно, ну, хронология. То есть когда началось, когда закончилось, с началом-то более-менее понятно, а вот с концом все непонятно. И, наконец, больше просто не успеть. Есть и такой, конечно, огромный вопрос – это влияние на исторические судьбы России. Больше всего размышлений и спекуляций именно об этом. Что касается причины, хочу сразу сказать, что в истории очень много случайного. А человеческий ум противится случайности, потому что это хаос, это что-то страшное и непредсказуемое. Мы изгоняем случайность всеми доступными нам способами. Поэтому способ приручить историю – это говорить о причинах и следствиях. Я хочу вас заверить, что историки не знают ни одной причины. Во всяком случае, однозначно. Можно потренироваться, у вас будет лекция про 2017 год. Вот вы, наверное, узнаете или уже знаете, что существует множество объяснений. То есть каждый историк или многие историки предлагают совершенно разные причины. И этот спор бесконечен, потому что история дискурсивна. Это рассуждение. Поэтому установить… У нас нет эксперимента, мы не можем вернуться в 2017 год. Может быть, это хорошо. У нас тоже 2017, но немножко с другой цифркой в начале. Не можем вернуться и в то страшное время, там, середины 13 века, когда монголы вдруг вторглись на Русь. И об этом, в общем, никто заранее, конечно, не мог догадываться. И, так сказать, предвидеть. Равно, как и избежать этого. Поэтому вопрос, почему так случилось, ну, в общем, вопрос не очень плодотворный. Да, можно это традиционно говорить о разобщенности, раздробленности и так далее. Но, в принципе, это было нормально. Это был такой полицентризм. Существовали довольно крупные образования, которые мы неправильно называем княжествами. Ну, скажем так, больше десятка вот этих земель. А землями они действительно назывались. Можно говорить о княжениях. Они были крупными. Нисколько не меньше, чем некоторые европейские государства. Почему же мы ругаем это как некоторую раздробленность? Это один из мифов. Миф сталинского времени, и не только сталинского. За этим стоит идея, что, конечно, хорошо, когда все едино, огромно и повинуется одной власти, одной руке. Но это идеология, как вы понимаете. Это никак не наука, это идеология. Можно в это верить, можно с этим спорить. Но это действительно некая идеологическая конструкция. И вот только с этих позиций это плохо, когда то, что эти противники раздробленности называют раздробленностью. Теперь о реалиях. Значит, вот вопросы поставлены. Немножко о реалиях того времени. Значит, начнем с названия. Понимаете, проблема, она начинается уже с формулировки. Вот я сказал, что иго, ну, нынешним историкам не очень это слово по душе. Слово оценочное, конечно, и более того, оно, конечно, позднее. Первый раз оно зафиксировано у польского хрониста Длогоша, Ян Длогош, который жил в 15 веке. Вот он в 479 году написал, применительно к Ивану III, что тот вот сверх сбросил вот эту, значит, зависимость. И он использует, то есть он писал на латыни, то использует слово югум, это и есть иго. Игорь, причем варварская, варварская иго сбросил сверх Иван III, за что этот польский хронист, не будучи никаким, так сказать, другом России, тем не менее, он высоко ставил правителя соседнего государства, то есть Ивана III, он за это его хвалит. В русских источниках в 17 веке начинает это упоминаться, я думаю, как раз под влиянием поляков, то есть уже в 17 веке активно это все читалось и изучалось. Ну а в научной историографии со времен Карамзина, с начала 19 века слово иго прочно входит, так сказать, в оборот историков. Ну и с тех пор во всех учебниках вы это найдете. Теперь важный момент, как современники относились. Конечно, слово иго они не использовали, но говорили нечто похожее, говорили о рабстве. Работа, то есть Бог наказал за грехи, как естественно, как можно догадаться, вот Русь, и послал вот этих иноплеменных, вот это нашествие, какие-то незнаемые племена, о монголах ведь раньше ничего не было известно, они действительно такие пришельцы, почти как из космоса. Надо сказать, что это впечатление было очень похожим, и в центральной Европе, у венгров где-нибудь, или у поляков, и в других местах, то есть везде это вот некий шок от того, что происходило. И, соответственно, вот такое наказание Бог отдал в работу, да, Он отдал в рабство князей и вообще жителей Руси, ну а то, что Бог повелел, это надо терпеливо переносить. Поэтому в течение долгого довольного времени власть ордынских ханов, их называли царями, была вполне легитимной. Это пример такого представления, которое отличается от современного. То есть сейчас завоевание воспринимается часто негативно, ну, так сказать, как насилие, да? А в то время, в средние века, в принципе, завоевание это, обратите внимание, легитимный способ, потому что Бог так хотел, Бог на стороне правого, да, Бог на стороне того, кто одерживает победитель прав, потому что это, конечно, по Божьей воле случилось, как же по-другому. И в течение, ну, вот более столетия, может быть, полутора веков, вот такое представление сохранялось. Поэтому это легитимные, легальные правители, можно сказать, на такой западный лад сюзерены, верховные правители, которым за ярлыками обращались, обращались князья. Но надо обратить внимание на эволюцию отношений князей и орды, ордынских ханов. То есть вначале это абсолютно полное, так сказать, беспросветное такое господство, действительно похоже даже на арабскую такую зависимость, по крайней мере во второй половине XIII века соотношение сил было совершенно подавляющее. Но так продолжалось примерно Духана Узбека, который правил в первой половине XIV века, при нем орда стала мусульманской, приняла ислам. Вот это вершина могущества орды. А дальше наступил неизбежный процесс ослабления орды, ну и отношения с князьями стали меняться. Дальше очень интересно, что период примерно вот Тарепана XIV века, ну тут уже вот правят в Москве Дмитрий, который мы знаем как Дмитрий Донской, это время уже другое. И потом вот до середины, например, XV века. Как ни странно, здесь нам приходится использовать слова, ну из такого европейского словаря, ну что-то вроде вассал, да, вассально-ленные отношения, там что-то в этом духе, так. Вассально, значит, вассалом выступали, выступал каждый из князей, они вассалы, ну а хан к ним как вот какой-то сюзерен. Это очень любопытно, потому что, конечно, ну сказать, что тут был феодализм, наверное, неправильно, но говорить о том, что ничего похожего тоже неправильно. И сейчас исследователи отмечают некоторые черты сходства. Поэтому вот если говорить чисто о политических отношениях, зависимость, то эта зависимость именно такая, как, представьте себе, где-нибудь в Западной Европе некий граф, так, является вассалом по отношению там к герцогу, да, или к королю. Он ему приносит оммаж, да, как мы знаем из учебников по средневековой истории. Здесь тоже, потому что князь, опять же, кланялся, что называется, и приносил присягу. И получал грамоту, получал то, что называют ярлыком, да, это ведь тюркское слово, ярлык. Буквально это, да, такое вот, так сказать, ханское разрешение, ханское одобрение на то, что этот князь будет править в той или иной земле. Ну, а потом, если другой хан на престоле, то все сначала, то есть, опять же, к нему в ставку, в резиденцию прибывают князья, кланяются и получают вот эти ярлыки. Кроме того, как вы прекрасно знаете, можно было подкупить кого-то из ханского окружения, да, каких-то мурс, например, и, так сказать, выторговать себе ярлык. Это все, ну, со времен Ивана Калиты, который этим тоже запомнился, активно практиковалось князья. Вот, так что обратите внимание, эти отношения менялись, и, по крайней мере, вот столетия, где-то с середины XIV по середину XV века, это уже не то же самое, что во времена Александра Невского, да, соответственно, где-нибудь там во второй половине, в середине второй половины XIII века. Это тоже надо иметь в виду. Так, ну вот, для того, чтобы вы наглядно увидели, что такое ордынская зависимость, вот перед вами деньга Дмитрия Ивановича, Дмитрия Донского. Тут вы видите замечательного петуха, так, и что-то там то ли волк, то ли лисица, но, да, и надписи, конечно. Вот спорят, где там аверс, где там реверс, где там, значит, вот лицевая сторона, где оборотная. Ну, предположим, что лицевая, где надпись, собственно, самого великого князя Дмитрия. Вот внизу написано, да, князя великого Дмитрия. Чтобы никто не ошибся, он подписал свою вещь, что это его монета, да, его деньга. Но больше всего здесь восхищает, конечно, оборот. А там арабская вязь. И чаще всего монеты, они разных типов чеканились, но чаще всего султан Тахтамыш там обозначен. Или султан Тахтамыш допродлится его царствие. Как вам нравится. Вот вам, пожалуйста. Значит, это очень ярко показывает вот этот, вот этот, так сказать, такой симбиоз. Или, как я сказал, такие вот вассальные отношения. То есть, какая-то власть принадлежит, безусловно, великому князю, но при этом он, ну, говоря вот это, используя это европейское слово, он вассал, он подчиняется. А верховная власть, то, что называется сюзереном, принадлежит ордынскому хану, тому самому Тахтамышу, который вскоре после Куликовской битвы, да, он сжег Москву. И здесь парадоксальный момент. Ведь, собственно говоря, Тахтамыш победил князя Дмитрия, тем не менее, он закрепил за ним права старшего князя, великого князя Владимирского. И вот в этом качестве Дмитрий умер и завещал престол, завещал, так сказать, следующим своим наследникам. Теперь вот упоминался этот вопрос, эта проблема непростая. А когда же иго кончилось? Чтобы мы под этим не понимали. Зависимость, владычество. Вот здесь надо обратить внимание на процессы в самой Орде. Да, значит, довольно быстро наступили там тоже внутренние усобицы. То есть примерно через сто лет после Батыя это уже не такое сильное образование политическое. Я избегаю слова государства, потом можем об этом поговорить. Усобицы, когда может сразу быть несколько ханов, и они выясняют, кто из них главный, и кто настоящий хан, а кто нет, убивают друг друга совершенно без всякого стеснения. И, конечно, это ведет к ослаблению Орды. Затем ключевое событие, о котором вообще-то надо хорошо бы знать даже не специалистам, это разгром Орды великим воителем Тамерланом. Вот, собственно, это территория нынешнего Узбекистана. Вот оттуда явился этот правитель, и он не знал поражений, а также не знал жалости. То есть для него там вот груды черепов, так это совершенно нормально. Может вырезать все население города. Вот этот свирепый правитель разгромил Тахтамыша, тот вынужден был бежать, укрылся в Литве. Ну, попутно сообщу, что тот же Тамерлан и турок разбил, и турецкого султана просто возил в клетки, пока тот там не умер. Так что вот никаких, так сказать, у него соперников у Тамерлана в этот момент не было. И после этого удара Орда уже не поднялась, по крайней мере, в таком же могуществе. Затем происходит раскол, и выделяются отдельные ханства. Ну, вот Крымское ханство в 30-е годы, потом Казанское ханство и некоторые другие Орды. Ну и, конечно, князья заметили это обстоятельство. Вот, и их политика тоже меняется. Очень примечательная запись появилась еще у Дмитрия Ивановича Донского в его завещании. «Опеременит Бог Орду». Прекрасная формулировка, понятная нам и сейчас. Имелось в виду, что если действительно что-то, ну, по воле Божьей, конечно, случится, Орда перестанет быть такой, так сказать, сильной и страшной, то можно не платить дань. То есть смысл был в этом. Вот в этом случае, если Бог переменит Орду, такая дипломатическая фраза, то в этом случае «Мои сыновья» писал он, выход, это дань, значит, в Орду давать не будут. Но прошло еще некоторое время, это уже княжение Ивана Третьего. И вот в начале его княжения замечательная другая фраза появляется. «А коли я, с князь великий, выхода в Орду не дам». Сравните эти два высказывания. В одном случае Бог так распорядится по Божьей воле, а в этом случае Бог, в общем, не упоминается. То есть князь великий сам решит, что ему больше платить дань не нужно. Вот это все важные оттенки, так постепенно менялись эти отношения князей к Орде. Как видите, им был присущ такой прагматизм. С одной стороны, конечно, такой был священный трепет, и цари или ханы долго очень признавались законными правителями. С другой стороны, они, князья, зорко смотрели, как меняется конъюнктура. И как только она становилась для князей более благоприятной, они не прочь были и сбросить эту зависимость. Надо знать, что на некоторые десятилетия действительно дань не платилась, особенно когда в Орде происходила очередная замятня, как они это называли, то есть усобица, потому что князья не признавали незаконных ханов, обратите внимание, которые довольно часто там, начиная с середины XIV века, появлялись. То есть Мамай, обратите внимание, был узурпатор, поэтому его можно было разбить, победить, и это никакое не выступление против законного хана. Тахтамыш законный хан, он чингизит. А Мамай не был чингизитом, и это важно. Сейчас это забывается, и вместо этого рисуется очень примитивная картинка, что Дмитрий Иванович идет, так сказать, побеждать Орду. Это не совсем так. Он выступил против узурпатора, против незаконного хана, а как только на престоле оказался законный хан Тахтамыш, то, соответственно, Дмитрий Московский его признал. И, соответственно, возобновил уплату дани. Теперь, фактический суверенитет Москвы наступил при Иване III в 60-е годы. Иван III, безусловно, выдающийся политик, государственный деятель и так далее, и так далее, был человеком очень прагматичным. Поэтому он предпочитал официально не рвать отношения. Он не посылал никаких грамот, заявлением, что я от тебя больше там и так далее, и так далее. Нет, он просто не платил дань. Не платил дань и уклонялся всячески от, так сказать, признания своей зависимости. Были, разумеется, карательные походы, и мы их знаем, но они провалились. Вот здесь показано. Хан Ахмат предпринимает два таких похода. Второй из них у нас во всех учебниках есть. Это так называемое «стояние на угре». Вот, 480-й год. В некоторых популярных книжках написано, что 12 ноября 1480 года – первый день независимости Руси. Но это очень удобно для официальных празднований. Но в реальности надо понимать, что подобные эпохальные события никогда в один день, конечно, не укладываются. И здесь полезно задуматься, а кто знал в 480 году, что больше никаких карательных походов не будет. Конечно, никто не знал. Более того, о чем не любят говорить, но в завещании Ивана III, а это начало XVI века, есть, тем не менее, пункт на случай, если вдруг придется уплатить выход или дань. Причем, сказано так, выход в Орды во множественном числе, потому что в этот момент уже нет Единой Орды, есть разные ханства, и он понимал, будучи опытным политиком, что ситуация может сложиться очень по-разному. А главный противник – это Большая Орда, можно сказать, главный наследник той самой. Кстати, Золотая Орда – это очень искусственный и поздний термин, не раньше XVI века. Он не употреблялся современниками. Вот Большая Орда погибла только в 502 году, просто на нее напали соперники, другие Орды, и она прекратила свое существование. Поэтому установить точный год просто невозможно. Важнее говорить об этих тенденциях, да, уже при Иване III фактически нету ига. Вот об Иге точно невозможно говорить. Есть какие-то остатки зависимости, зависимости, которая проявлялась время от времени. в уплате дани, а чаще великий князь старался просто подарки посылать, а подарки были раз в семь дешевле, чем дань. Ну, как считается, дань могла составлять примерно 7 тысяч рублей, но по тому времени это большие деньги. А поминки или подарки могли составлять тысячу. Поэтому вот такое соотношение. Но сами по себе эти поминки были, как бы сказать, следом, да, такое родимое пятно. И правители Крыма, например, считали, что у них, у этих ханов, есть какое-то особое право на получение этих поминок. Они их требовали, как будто это дань. А Москва старалась показать, что это никакая не дань, а просто вежливость. Ну, мы вам, так сказать, подарки. Ну, дипломатия. Вот такие игры продолжались после уже, так сказать, ликвидации вот этой зависимости. Ну, и, наконец, последний в этом блоке вопросов, вопрос о влиянии. Как видите, историки очень по-разному на него отвечали. Знаменитая фраза Николая Михайловича Карамзина «Москва обязана своим величием ханам». Ну, по принципу «не было несчастья», да, но, так сказать, «не было счастья», но несчастье помогло. Что ханы позволили восстановить самодержавие, которое он считал спасительным для страны. А вот Соловьев и Ключевский отрицали какое-либо влияние монголов вообще. А почему? Какие есть предположения? Ну, здесь уже, я бы сказал, это вопрос философско-исторический. Дело в том, что крупные историки, такие Ксоловьев и Ключевский, в общем, в русле гегельянства исходили из примата таких внутренних факторов. Это такие органицистские теории. Поскольку, как я понимаю, тут не только историки, даже, я бы сказал, не историки сидят, вам это, наверное, будет полезно и интересно. В объяснении истории всегда есть соперничество, теории, которые исходят из внутреннего развития. Вот такой органицизм. И как раз гегельянские теории, они все отсюда относятся. Марксизм тоже. А с другой стороны, есть такие концепции, которые подчеркивают случайность, внешний фактор. Вот это здесь и видно. Поэтому Соловьев и Ключевский, строя очень систематично, органично русскую историю, они там не находили места для монголов. Ну, монголы, как они писали, где-то там остановились вдали и, в общем, не вмешивались особенно в ход событий. Но историк Костомаров, в свое время известный историк, либеральный историк, который не был в мейнстриме, он был как раз на обочине вот этого официального дискурса. Николай Иванович Костомаров ненавидел самодержавие и очень ему удобно было сказать, что во всем виноваты монголы. То есть до монголов все было хорошо, была какая-то федерация общин, а потом вот они принесли с собой что-то вроде самодержавия, единодержавия. И феодализм тоже с собой принесли. Интересно, что через много-много лет, уже в конце 20 века, некоторые либерально мыслящие историки, вот здесь я цитирую, Кобрин, Юрганов, 91 год, они примерно в том же духе, как Костомаров высказывались. То есть это как вот такой из табакерки, откуда-то выскакивает чертик. Значит, самодержавие это, собственно, следствие вот этого завоевания. Я бы сказал, что здесь смесь. Тут и ксенофобия, конечно, есть, потому что эти чужие, они не такие, как мы. На Руси все было хорошо. Но вот, значит, завоеватели, злые, плохие, они вот с собой это принесли и исказили, так сказать, светлый путь страны. Ну, известны также евразийцы. Это, в общем, публицистика, я хочу сказать. Не наука, а публицистика, но влиятельная. Вы знаете, покойный Лев Николаевич Губелев, да, сын двух великих поэтов, историк, географ. Вот он продолжал, развивал идеи евразийцев. И в Америке, в американской русистике есть ученые, как Дональд Островский, например, которые тоже придерживаются подобного взгляда и считают, что московские государственные институты были, так сказать, калькой копии монгольских учреждений. Теперь вот критический взгляд на эту проблему. Значит, монгольское влияние глупо отрицать. Оно, конечно, проявилось. Помните ту монету, которую я вам показывал. Значит, монетное дело, чеканка монеты возобновилась на Руси, в частности, в Москве, при Дмитрии Донском. Действительно, примерно с 80-х где-то годов XIV века. И абсолютно была по ордынскому образцу. То есть тут они не стеснялись. Они заимствовали вот эту чеканку. И на всякий случай, для доходчивости, по-арабски, там на одной стороне чеканилось, чтобы было понятно, что к чему. То есть, по-видимому, эти монеты ходили не только на Руси, но и во владениях, в других владениях орды. Так что монеты, торговля, финансы. И у нас в русском языке до сих пор есть целый ряд слов. Ну-ка, назовите, какие слова оттуда происходят. Ну, деньги, прежде всего, да. Таньга, деньга, это все, конечно. А еще? Кто дает добро, помните? Таможня дает добро. Так вот, таможня от слова тамга, конечно, тоже вот такого вот тюркско-монгольского происхождения. И еще вот целый ряд подобных слов. Да, еще? Ну, с этим сложнее, да. Тут уже можно спорить, есть бесспорные вещи. А есть вот такие уже, да, фольклор подключаются. Можно спорить оттуда или, может быть, гораздо раньше. Потому что, понимаете, основной субстрат, если говорить так, антропологически, это же были половцы. Да, то есть это тюрки, половцы, которые были покорены монголами, да, ассимилированы. И, конечно, их язык и традиции там тоже вплелись вот в эту культуру. Теперь, военное дело. Вот это очень серьезное влияние, потому что, ну, с кем воюешь там веками, того очень много заимствуешь. Вот эти следы такого влияния, это во всем проявлялось. Вооружение, слова типа саадак, да, в котором лук возили, да, это чехол для лука. Вот. Или колчан, да, ну, для стрел и так далее, да. То есть это все оттуда. И еще многое другое. Всякие тегеляи, всякие, значит, вот, так сказать, доспехи, которые носили, их название, безусловно, тоже оттуда. Вплоть до конца XVI века можно это проследить. И даже тактика, тактика войска была похожа. Поэтому для иностранцев, там, приезжавших с запада, отличить московское войско от татарского было невозможно. Но при этом имейте в виду, что это такое убывающее влияние. Оно не нарастало, наоборот, оно постепенно исчезало. И взамен появлялись другие влияния. Московское государство, как таковое, не было продолжением Орды. И имело другое государственное устройство. О чем будет следующий разговор, следующая тема. И еще важно. Генеалогия. Московские великие князья и цари никогда не претендовали на наследие Чингисхана. Но это было бы, ну, знаете, совершенно неприлично. Потому что в те времена все помнили свое родство. И им, Рюриковичам, было совершенно невозможно как-то даже помыслить, что они какое-то отношение имеют, так сказать, к наследникам Чингиза. Вот. Поэтому таких претензий никогда не выставлялось. Другое дело, что, вы знаете, была Казань покорена, но она была покорена силой после, так сказать, многих походов. А силу тогда уважали, да. И я говорил о том, что все, что покорено саблей, не считалось чем-то таким зазорным, так этого не стеснялись. Теперь, тут кратенький список того, что можно почитать по этой теме. Значит, сравнительно новый вопрос – это восприятие современников. Вот об этом книжка Рудакова существует. И его учителя Данилевского, ну, Игорь Николаевич Данилевский, человек очень известный, историк. И в сети вы найдете массу лекций, выступлений Игоря Николаевича об этой эпохе. Он один из лучших знатоков, ну, такой вот Древней Руси. В том числе пишет и об этой проблематике, об Орде. Ну, и еще профессор Горский, профессор, насколько я помню, Московского университета, значит, Москва и Орда, целая книжка его, ну, такая небольшая книжка, вполне тоже можно прочитать. И еще книжки Горского тоже довольно много написал вот по этому времени. Теперь, наверное, уместно ваши вопросы послушать и попробовать на них ответить вот по этой большой-большой проблеме. Прошу вас. Исчез главный центр православия. И дальше, да, формулируются теории о том, что таким центром становится Москва. И православные владыки, так сказать, епископы, церковники и так далее, они начинают формулировать уже другие теории, другие взгляды. И в летописании мы видим другие мотивы. Но, тем не менее, очень велик вот этот был психологический барьер. Мы знаем об этом благодаря такой полемике, вот, литературный вокруг, стояние на Угре. Это 470-й год. Духовник Ивана III, Вассиан, архиепископ Ростовский, значит, вот он написал такое послание великому князю, из которого ясно, что в окружении великого князя были люди, которые его отговаривали против вооруженного сопротивления. То есть нельзя противиться ханам, ну, царям, нельзя противиться. И наши предки, так сказать, им покорялись. Поэтому требовалось некое усилие. И вот как раз этот Вассиан, он, так сказать, всячески убеждал, очень красноречиво можете найти, пожалуйста, на сайте Пушкинского дома, например, доступны все эти важнейшие древнерусские памятники. Вот, он убеждал, что это правильно и совсем даже не греховно, и что какие же это, значит, цари и все такое прочее. То есть он разоблачает и показывает, что совсем даже это неправильно для христианина подчиняться этим, значит, вот неверным, так, и завоевателям, и грабителям, и убийцам и тому подобное. Вот такая переоценка ценностей очень важна. Она действительно происходит одновременно с изменением, да, в соотношении сил и с тем, что я назвал таким фактическим суверенитетом. Вот, ну, а потом пришел и, так сказать, полный суверенитет. Вот, так что тут очень интересно, это идет параллельно, да, так сказать, изменение даже военного, да, соотношения сил, и потихоньку меняется идеология, и то, что раньше считалось правильным, дальше, конечно, уже считается иначе. Да, пожалуйста, вопросы, да, что такое Русь и соседи, ну, вот в тот момент. Значит, я ничего не говорил о Великом княжестве Литовском, хотя это была крупнейшая держава в то время, и, если говорить на, допустим, начало 15 века, она была, безусловно, самой сильной и такой ведущей в Восточной Европе. Итак, отношение Великого княжества Литовского и к Москве, и к Орде был довольно, мягко говоря, сложным. Дело в том, что южные земли также должны были платить дань татарам. То есть, в некоторых книжках пишут, что якобы Литва как-то там защищала, и они не платили дань, это неправда. Значит, Орда относилась к этому, ну, вот как современные бизнесмены, что, так сказать, это наше, так изволь платить. Да, то есть, неважно, кто там, кому чего подчиняется, но они помнили, что все это было покорено их саблей, все было, так сказать, они за это кровь проливали, или их предки, и это считалось достаточным аргументом. К Божьей воле они не взывали, естественно, будучи к тому же другой религией, но ссылались на, так сказать, права по наследству от предков. Вот, например, Черниговская земля, которая входила в Великое княжество Литовское, вот, примерно середина XIV века, значит, вместе с этим переходила и обязанность платить дань. Так, разумеется, эта обязанность подкреплялась просто карательными походами, поэтому не сомневайтесь, что когда у татар не было, ну, у Орды, да, не было сил, например, в силу того, что у них опять была какая-нибудь междоусобица, в это время все, кто мог, да, не платил. Это понятно. То есть, тут действовал такой здоровый прагматизм. Но как только в Орде, так сказать, более-менее затихали внутренние усобицы, они тут же шли в поход куда-нибудь. И главный момент был, куда они пойдут. Это был, так сказать, важный момент, и разведка работала, и так далее. То есть, если они повернут, условно говоря, там чуть-чуть восточнее, значит, идут на Москву. Это один, значит, одни радуются, другие плачут, да, или готовятся защищаться. Вот, а если они идут, так сказать, западнее, ну, значит, они идут во владение великого князя Литовского, тогда Москва радуется, но, а те, значит, собирают спешно какие-то отряды, чтобы попытаться защищаться. Ну, вы, наверное, видели такой балет, да, «Бахчерцарайский фонтан», да, видели. Вот, там, между прочим, дело в Польше происходит. Вот, и там происходит набег крымских татар, которые, ну, когда все танцуют, да, там, замечательно, вот, краковяк там, или что, полонез, вот, потом они, значит, там, какие-то злые, они очень злыми там показаны. Это пример ориентализма. Вот, значит, враги. Они, значит, там выскакивают откуда-то из кустов своими кривыми саблями, похищают там главную героиню и увозят ее в гарем, вот в этот самый «Бахчерцарай». Значит, заметьте, дело происходит в Польше. Ну, неважно, это могли быть нынешние земли Украины, но подчинявшиеся, значит, Польше. И, судя по тому, это какой-то там 17 век. Вот, поэтому вот эти набеги и та или иная форма зависимости и выплата, если не дань, то каких-то, ну, таких подарков, да, поминков, весьма в значительной сумме, это оставалось многие десятилетия той века просто вот такой реальностью. Причем как, так сказать, в отношениях Москвы, так и в отношениях Литвы. Более того, там шла торговля. Значит, московские послы старались натравить, допустим, Крымского хана, ну, понятно, на кого, на Литву, да, чтобы он туда пошел, а совсем не ходить нельзя, потому что это была основа или одна из основ, если так угодно, экономики. Да, кто-то спрашивал про, там, кочевников. Значит, для Крыма вот такое паразитическое части существования было совершенно необходимо для их знати. То есть они кормились вот этими набегами, и об этом есть прямые свидетельства. Вот, а если не пойти, так у нас люди голые будут вообще, и вообще есть нечего будет, ну, как так, нельзя не ходить, да. То есть весь вопрос туда пойти или сюда пойти, и за это шла торговля и дипломатическая борьба. Вот, если кратко, я постарался ответить на этот вопрос. Ну, может быть, еще пару вопросов, и нам надо вторую большую тему раскрывать. Пожалуйста. Алексей, почему они не защищали русско-татары или защищали? И второй вопрос, каково отношение к религию? Значит, ну, второй вопрос довольно известен, потому что сначала они были абсолютно толерантны, потому что сами были язычниками, ну, баты, да, то есть, так сказать, считалось, что идолопоклонники, об этом много есть всяких свидетельств. Но со временем хана Узбека они стали мусульманами. Тем не менее, духовенство по очень старой традиции, которая еще Чингисхану приписывается, духовенство всегда было как-то под покровительством, да, то есть они считали, что не надо обижать никакой религии, да, то есть никаких жрецов, никаких священников, не надо их трогать. То есть, более того, они молились за ханов, вы знали об этом? Вот знаете. Значит, да, потому что это законные цари, да, законные цари. Поэтому и в этом была сделка, в этом была сделка. То есть эти, значит, их не трогают так и, ну, позволяют, значит, существовать и отправлять свою религию, но в то же время, значит, они должны молиться за победителей. И, ну, кроме того, там разные финансовые тоже аспекты были. Вот, это то, что касается религии. Поэтому для церковников, обратите внимание, тоже это был некоторый важный даже психологический момент, да, как-то вот отойти от этой политики и прямо призвать к сопротивлению. Но это уже в большей степени XV век, когда действительно вот эта зависимость рушится сначала, так сказать, в реальности, потом и символически рушится, и, конечно, церковь тоже внесла в это свой вклад. Теперь, да, защищали ли Русь? Так, ну вот Русь, это опять наше сегодняшнее представление, что это нечто такое единое, а единства не было. Единства не было. Поэтому не надо это мыслить как какое-то такое, ну, централизованное государство или что-то в этом духе. Другой момент, это использование как бы совместной военной походы. Часто было так, что русские полки должны были по приказу из Орды идти в поход, так, ну, например, тот же Иван Калита участвовал в походе на Смоленск. На Смоленск, вот по приказу хана. Ну, бывало и наоборот. И это очень хорошо, например, знали в Новгороде. Ну, в каком-нибудь XV веке они говорили, что вот не надо ссориться с Москвой, потому что иначе московский князь позовет татар, ну и они тут у нас устроят. Понятно, да? То есть карательные походы еще и потому, что это же не своего брата убивать, да? Соответственно, проще использовать в качестве карателей. Поэтому татарские отряды действительно очень часто были в войске князей друг против друга и против какой-нибудь непокорной земли запросто использовались. Вот так можно ответить. Так, ну, может быть, последний вопрос, потому что просто надо успеть еще другую большую тему. Скажите, вот нередко можно услышать такое сравнение, что нынешние отношения Москвы и Чеченской республики чем-то напоминают монголо-татарская религия. Вам эта аналогия кажется уместной, поведливой или это какие-то совершенно разные истории? Ну, конечно, это совершенно разные истории. И, понимаете, ну, история не повторяется, это правда. И, с другой стороны, ее очень плохо знают. И, собственно, в этом назначение историков, понимаете, бескорыстно, я подчеркиваю, бескорыстно изучать отдаленные, ну, любые эпохи ради них самих. Не потому, что те эпохи нам что-то объяснят в сегодняшнем дне. Другие науки поступают по-другому. У всех остальных, у социологии и так далее, у них прошлое, можно сказать, подвешено к настоящему. И оно нужно только для того, чтобы лучше понять то, что происходит сейчас. Поэтому я был бы очень осторожен во всех этих аналогиях. У нас сейчас и про феодализм любят поговорить, что якобы у нас сейчас феодализм. Ребята, вы не видели феодализма, вы не знаете, что это такое. Так не надо болтать. То же касается и, так сказать, вот Чеченской республики. При всей сложности этих отношений, ну, конечно, причем тут, собственно говоря, вот Ордынская зависимость. Причем я хочу вам подчеркнуть, что на протяжении большей части времени, да, Орда и Русь, это вполне упорядоченные отношения, да, не надо думать, что это просто какой-то дикий грабеж. Грабеж и насилие бесконечное было, может быть, в первые, там, лет 70. Тоже много, но это не все протяжение вот этой, так называемой, ига. А затем все довольно, так сказать, по распорядку, да. Явился, получил ярлык и, значит, вот спокойно управляешь, во внутренние дела монголы не вмешивались. Ну, исполняй, так сказать, что положено, плати дань, поставляй войско, если прикажут. Вот, но вот это, почему я и говорю, что это в чем-то феодализм напоминает. Ну, внешне, конечно. Вот эти вот вассальные отношения. Там было то же самое в этом плане. Так, ну вот, значит, мы поговорили с вами об одной большой теме. Если останется время в конце, может быть, еще какие-то вопросы успеем обсудить. Но пока надо как-то нам двигаться дальше. Причем, говорю сразу, что название традиционное. Я вот такое бы название не использовал, да, единое государство. Вот, это тоже, да, не очень старой такой традиции, но об этом, надеюсь, мы сейчас поговорим. Значит, вопросы. Какие бы вы вопросы поставили к этой теме? Ну, вот, что бы вам хотелось обсудить? Пожалуйста. Да. Причины. Вот как в наших людей это забито, да, причины. Значит, я вас должен огорчить раз и навсегда. История не отвечает на вопросы причинам. В сети есть моя лекция, которая называется «Как пишется история». Вот где-то начало прошлого года. Пожалуйста, посмотрите. Я просто сейчас не имею возможности подробно об этом сказать. То есть, если вас интересуют 33 точки зрения на это, то вы их найдете, да. Есть очень много всяких, так сказать, объяснений. А одного, однозначно убедительного нету и никогда не будет, да. Почему Москва? Почему, что, почему Москва? Государство, почему там, да? Понятно. Ну, хорошо, будет об этом возможность, скажем. Так, еще. Так, вот важный вопрос, да, народ, ну там, национальное или какое-то еще объединение, да, и государство. Так, еще. Стадии, наверное. Стадии. Персонали какие-то. Персонали. Ну, персонали все известны, в Википедии все есть. Любой князь. Неизвестный, да, то есть нашли скелет, не знали кто. Так, пожалуйста. Вопрос о современниках, а дальше. Современниках. Как, о, очень ценно, да, вот сейчас это такой эмический подход, взгляд изнутри, это сопровождает все современные исследования, как современники это понимали и видели. Методы и особенности этого процесса и характеристики, то есть друг друга, которые получились. Да, замечательно. Вот такое истинно научное видение, такой вопрос сейчас увидите, он есть. Элементы Москва, 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 Система управления. Влияние, понятно. Ну, отчасти мы с вами об этом говорили, но еще, наверное, будет. Так, ну, давайте еще парочку, да. Характер объединения. Так. Ну, я бы хотела узнать, по естественности этого процесса. Или противоестественности. Да. Понятно. Хорошо, значит, если я что-то из ваших вопросов не упомяну, да, не отвечу, то вы просто мне напомните. Значит, главный вопрос, в чем суть? Если это процесс, так, образование государственности, нам надо понять, а что там самое важное, да, какая природа этого процесса. Ну, хотите, естественный он или какой-то еще. Потом то, что кто-то про стадии спрашивал. Ну, естественно, каковы хронологические рамки, то есть просто когда он начался, когда закончился. Ну, и в чем специфика? Тоже важно. В чем специфика? Значит, я не ставлю вопрос о причинах, потому что твердо убежден, что наш брат-историк на это не ответит. То есть можно строить разные предположения, но, так сказать, таков ход вещей, вот так оно происходило. И это можно сказать про что угодно, да, про очень многие вещи. Значит, традиционные взгляды историков. Ну, конечно, как вы знаете, да, собирание земель вокруг Москвы. Значит, у нас это вбито вот прямо со школы. То есть представление, что образование государства, это, в общем, когда что-то объединяют. Ну, и попросту говорят, что-то присоединяют, захватывают. И вот таким способом, там, со времен Ивана Калиты или еще раньше, постепенно все вокруг Москвы вот и строится. И да, я могу вам сказать, что этому взгляду даже не 500 лет, а тому больше. То есть вот где-то с 15 века, вот уже в таком житии Дмитрия Ивановича Донского, там была такая мысль, что вот Дмитрий был, в общем, человек-то достойный. Не абы кто, да. И он шел, так сказать, он происходил от такого замечательного человека, как Иван Калита, вот, собратель, так и сказано, собратель земли русской. Так что еще книжники, так, 15 века уже сформулировали вот эту мифологему вот о том, что происходило это собирание, так, и это правильно, такой стрелочка, да, такой вектор в одну сторону. Хронология. Хронология очень пляшет, она, в общем, такая, видите, очень такая подвижная и начинают очень далеко, чуть ли не с Александра Невского, в всяком случае с его, так сказать, сыновей. С конца 13 века кто-то начинает с начала 14-го, то бишь с Ивана Калиты, и заканчивает тоже кто где, то, значит, до Ивана III доводит, то позже, позже, потому что, говорят, вот территория еще не совсем, не подождите немножко, она еще не вся собралась. Вот можно где-то 20-е, там, годы 16 века становиться. Но пометуя, что российская держава и дальше тоже что-то все время присоединяла, то, конечно, возникает вопрос, а почему не более позднее, а то, что в 17 веке, а то, что Екатерина присоединила или Петр в 18 веке, это как-то не считается. То есть в итоге мы теряем суть. Ну вот, объединение Испании, так, в одно королевство, это, как вы, наверное, знаете, конец 15 века, тоже удобно, потому что синхронно получается. Вот, по-моему, это еще Карл Маркс вот такое написал на свою голову, и потом его все цитировали, что вот там Испания объединяется, и в это же время Иван III в Москве делает якобы то же самое, тоже, значит, объединяет свою страну. Ну и Франция при Людовике XI, вот такие примеры, которые подсказывают соответствующие теории, соответствующие объяснения. Ну, я отношусь критически вот к этим традиционным взглядам. Мне подозрительно уже то, что современные ученые могут совпасть в точке зрения с книжниками, которые жили, ну, этак, 600 лет назад. То есть, получается, что наука, ну, не развивается, да, и мы только повторяем, а здесь прямая зависимость. То есть, летописи читают, так, и оттуда то, что там написано, просто переходит в научные труды и учебники. Так вот, почему примыслы или завоевания, или присоединения московских князей автоматически не вели к образованию государства? Да, ну, может быть, у вас есть догадки. Что тут неправильно, даже логически неправильно? Так, пожалуйста. Не расслышал? Потому что князья только московские. Князья только московские, то есть не нравится москвоцентризм. Да, это тоже можно обсудить. А еще? Концепт, ага. То есть, вы про понятия говорите. Так, это тоже разумно. Значит, сразу скажу, что понятие государства, оно тогда звучало иначе. Господарство изначально, от слова «господарь» – это более древняя форма. Как вы думаете, в каком столетии оно появилось? То есть, это вот такой тест на знание понятий. Ну, и отчасти знание русского языка. Когда появляется понятие «господарство», оно же потом государство. «Шелестят разные века». Да, пожалуйста. При Иване Третьем, ну, практически почти в точку. Значит, немножко раньше, немножко раньше. Примерно это сороковые годы, пятнадцатого века. Ну, можно так запомнить, где-то середина пятнадцатого. Но это до Ивана Третьего, но не сильно много раньше. Вот, примерно середина пятнадцатого столетия. И в этом, у меня нет возможности подробно вам рассказывать, отчасти будет лекция Олега Хархордина про понятие государства. Мы с ним не одинаковой точки зрения придерживаемся, но он, безусловно, вам какую-то информацию даст, и вы об этом тоже сможете поразмышлять, подумать. Вот, значит, и это тоже на некоторые раздумья. Значит, в Киевской Руси, запомните, никакого понятия «господарство» государства не было. То есть люди не знали, что они, якобы, как потом скажут историки, жили в каком-то царстве государства. Вот, я вижу в этом очень большую проблему, потому что люди не лошади, они, в общем, всегда формулируют какое-то понимание мира, в котором живут. И это очень странно, что нечто есть, которое мы государством зовем, а слов для этого нет. Это уже подозрительно. Поэтому я бы слово «государство» просто не использовал для очень ранних, ну, скажем так, политических образований. В английском языке, как вы знаете, есть два понятия, да, есть state, а есть polity. И polity можно назвать все, что угодно. Это может быть город или какое-то иное, да, политическое образование. State несет в себе другой смысл, более сложный, я бы сказал. Поэтому у нас не хватает слов в русском языке, чтобы обозначить державу, которая была при каком-нибудь князе Владимире, и которая очень быстро распалась. И вообще непонятно, она распалась или ее просто не было. Потому что, знаете, какие были последние по летописи, последние слова князя Владимира перед его смертью, а он умер в 1015 году. Вот, понимаете, то есть, конечно, все знают, что он крестил Русь, но его отношения, допустим, с сыновьями не все знают. Вот, а, собственно, его сын Ярослав, который мудрый, да, сидел в Новгороде, и вот он решил, что надоел ему папа, и не хочет ему больше платить дань, да, не хочет ему, так сказать, не хочет с ним делиться какими-то доходами. Он сообщил об этом в Киев, и князь Владимир очень разнервничался, ну, сами подумайте, и сказал, что там мастите путь. Это были его последние слова. Вот, ну, то есть, дорогу пора делать, дорог не было. Мы думали, они были тогда, а потом пропали. Нет, их не было. Вот, и из Киева в Новгород, сами понимаете, дорога большая, вот, это серьезное было мероприятие, так, то есть, он собирался пойти покарать своего сына и восстановить, так сказать, отношения, да, чтобы исправно платил. То есть, держава эта, конечно, трещала по швам постоянно, ну, и быстренько распалась. Вот, так что это государством назвать очень сложно, но сейчас не будем об этом говорить, на этом специально задерживаться. Да, значит, итак, почему же вот эти примыслы, как их тогда называли, то есть, те или иные присоединения, они не всегда были силой, они могли быть по, так сказать, в силу какой-то женитьба удачной, просто как приданная за невестой. Почему это не вело к государству? Вот одно объяснение, но очень простое, и я думал, что вы мне сами это скажете. Но если верховная власть принадлежала хану, ну, так все понятно, ну, сегодня ты захватил эту землю, а завтра кто-то более удачливый, так сказать, то есть, как сейчас он говорит, занес, да, занес вовремя, и, значит, более, так сказать, задобрил хана, и тот передал ярлык другому князю, и все. И то, что ты так удачно захватил, у тебя, так сказать, отняли. Вот, поэтому не было прочным все это время, пока верховная власть принадлежала ханам. Они действительно переделяли, они могли взять и отнять у этого князя, и передать другому, даже по принципу разделяя и властвуй, чтобы не слишком усиливалось какое-то из этих вот княжеств. Теперь важный момент. Значит, образование государства не тождественно объединению страны и территориальному росту. Здесь есть несколько хороших примеров. Вот Англия. Когда Англия объединилась, стала, в общем-то, одним государством, одной страной. Да, ну, можно говорить о 9 веке, 10 веке, но важно, что еще до нормандского завоевания, до еще 11 века, то есть, в общем, Англия стала единой, еще при англо-саксонских вот этих королях. А какая-то государственность нового времени появилась гораздо позже, на несколько веков. То есть, именно институты государственности, да, формируются позже, чем объединение страны. Вот вы видите, как работает сравнение. Лучше всего сравнение работает отрицательно, но показывает ложность какой-то теории. Вам достаточно один пример найти, который, ну, не соответствует привычным взглядам. Вот Англия хороший такой контрпример. Германия, еще один пример. Ну, обратно. Когда Германия объединилась? В 19-м. В 19-м, да, 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 Бисмарк. Вот, соответственно, даже, можно сказать, последняя там треть 19 века, после Франко-Прусской войны известной. Ну вот, как же они, бедные, до того жили. Ну, не было у них единого государства. Не было. Но это не значит, что у них не было вообще государств. Были так называемые территориальные княжества. Вполне себе. Некоторые из них были довольно сильными. Как Пруссия, да, вот Прусское королевство в 18-м веке, например. А до того там герцогство, например. Значит, был целый ряд всяких герцогств и там епископств и тому подобное. Десятки просто этих территориальных княжеств, которые обладали, в общем-то, всеми правами, и у них была, так сказать, вполне себе государственная структура. Они все очень аморфно объединялись в Священную Римскую империю германской нации. То есть и вот такой пример существует. Из него тоже понятно, что какое-то объединение страны, это не знак равно, не то же самое, что строительство государства. Италия. Ну, аналогично с Германией, да, Италия поздно объединилась, но из любой книжки по истории Италии вы узнаете, что там, конечно, были свои государства. Папское государство было, например, да, и там Флоренция, и Венеция. Венеция просуществовала спокойно до Наполеона. Вот. И, в общем, так сказать, не обязательно было все объединить. Вот. Так что сравнение – это очень мощный метод. Это именно метод сравнительный. Ну, вот. И вот нижняя, так сказать, вот эта вот строчка или пункт, он о том, в чем суть. Значит, суть – образование государства нового типа в формировании безличных институтов управления. Это веберовская идея. Думаю, что социологи среди вас есть. Вот, так сказать, привет великому Максу Веберу. Его идеи живут и побеждают, в том числе побеждают марксистов, во всяком случае, в этой теории. Формирование безличных институтов – это бюрократия, попросту говоря. Но также происходят изменения в идеологии, в системе понятий. Вот, например, появляется слово «государство», да, и понятие «государство», которого раньше не было. И так было везде. Но об этом вам Олег Валерьевич Хархордин расскажет, про понятие «государство». Значит, вот я излагаю свою концепцию. Сейчас об этом пишу книжку, довольно такую популярную. Даст Бог, она в этом году и выйдет под названием «Рождение государства». Значит, базовая гипотеза. Ну, тут портрет Ивана Третьего, которая такая ключевая. Кто-то про личности спрашивал, вот вам, пожалуйста, личность. Московское государство зародилось в эпоху Ивана Третьего. Оно представляло собой государство раннего нового времени, или модерное государство. Значит, вот надо понимать, что эпоха, которая тут обозначена, да, раненое время, это такое растяжимое понятие. Где-то на Западе это начинается раньше, то есть века разные, а где-то на Востоке Европы это позже. То есть разные века. Но это речь идет о типе государства, которое можно условно назвать модерным государством. Теперь вот какие приметы. Приметы государства раннего нового времени. Значит, в основе то, что вы сейчас увидите, это веберовская концепция. То есть в основе лежит веберовская идея постепенной деперсонализации власти, образования безличных государственных институтов. То есть когда управляют не просто отдельные люди, да, управляют некие институты и формируется бюрократия и так далее. Значит, первое, что мы видим как примету, это суверенитет. Ну, понятно, что пока существовало владычество, ордынское и так далее, то о суверенитете говорить нельзя. По определению, да, суверенитет это независимость во внешних делах и абсолютное верховенство во внутренних делах. Территория, государственные границы, все это появляется только в раннее новое время. Даже границ не было, как мы их себе представляем, собственно, в средние века. Делегирование, деперсонализация власти, это когда князь не может уже управлять лично всем сам. Так, тем более, что это уже довольно большое государство. Поэтому он делегирует свои полномочия своим советникам, ну, и появляются в это время дьяки, подьячи, да, то есть, можно сказать, такие бюрократы. Другой важный момент, это вот Веберовский пункт абсолютно, что второй, что третий. Переход от патримониального вотчинного к публичному управлению. Очень важный момент. Князь в таком древнерусский период, ну, как себе представить, князь и его дружинники. В общем, довольно узкий круг людей, которые как-то решают свои вопросы. И вопросы эти не очень замысловаты. То есть, ну, на кого пойдем, где будем, так сказать, дань брать. Я утрирую, конечно. То есть, это военные и хозяйственные нужды. Других у них просто не было. Более сложные задачи управления и гораздо более разветвленный штат управления, вот, характерен для этого времени. И важно, появляется публичная политика, появляется публичная сфера. И, конечно, ну, как себе представить публичную сферу? Парламенты, если говорить о Европе, у нас это называлось соборы. И здесь тоже нету резкого противопоставления. Какие-то зачатки соборов, между прочим, заметны еще в 15 веке. Большое совещание, например, Иван III собрал перед походом на Новгород в 471 году. Там было и духовенство, там были его бояре, даже какие-то воины. И он с ними, так сказать, советовался. Вот, говорит, лето, значит, в новгородской земле не пройти, не проехать. Здесь, наверное, сейчас Бонприн тоже сказал, но тогда у него тем более были основания. То есть ходили в основном зимой, потому что замерзали реки, и можно было как-то конницы пройти. Вот, значит, как бы предки так не делали. Как пойдем, не пойдем, а надо. Вот Новгород там пытается, как он утверждал, так сказать, отсоединиться и там смотрит в сторону литовского князя, польского короля. Значит, надо что-то делать. А что делать? Ну, седлать коней. Вот, значит, провели небольшое государственное совещание. Вот это есть публичная политика. То есть гораздо все это расширяется, да, но потом в 16 веке Иван Грозный собирает уже соборы, где могли участвовать многие сотни людей. Финансы. Значит, постепенное формирование налоговой системы. Регулярные налоги. Это очень не сразу и постепенно формируется. Кстати, надо сказать, что налоговая система в московском государстве не имела ничего общего с монгольскими налогами, как некоторые думают, да, то есть монгольская дань не превратилась автоматически, как некоторые наивно полагают, вот в эти регулярные налоги. И вообще этот переход занял несколько веков. Ну и что еще важно, перенос лояльности с локального на общегосударственный уровень и рождение государственного патриотизма. Ну, об этом на Арзамасе вы можете мою лекцию найти, значит, вот как-то так. Да, генеалогия, она называется генеалогия русского патриотизма, там, пожалуйста, вы можете прослушать этот курс, и будет более-менее понятно. Общее благо. Ну, в общем, тоже это примета государства любого нового времени. И вот расширение политического поля, ну, я это уже упоминал немножко другими словами раньше. Теперь найдем вот эти признаки, эти приметы в московском государстве. Ну, первое, что мы видим, это суверенитет. Он маркируется особыми словами, да, вот этот господарь, вот это новое понятие, господарь, оно, скорее всего, является калькой с латыни, это доминус по латыни, то есть господин. И в этот, вкладывался в это слово такой смысл абсолютного правителя, абсолютного правителя. Разумеется, над ним не может быть начальника, он не может подчиняться хану, например. Господарь все Руси. Значит, этот титул еще до Ивана III начинает использоваться, даже на монетах появляется еще в 40-е годы 15 века при отце Ивана III Василии Темном, Василии II. Дальше формируется постепенно единая территория и государственные границы. Здесь, опять же, важнейший момент, это вот эпоха Ивана III, и первая граница, которая образовалась, это граница с Литвой. Что и понятно, больше всего воевали с Литвой, и к началу 16 века можно говорить, что такая граница есть, ее можно просто нарисовать на карте, что, собственно, историки и делают. Формирование центральных ведомств. Вот оно, то, что я говорил, да, деперсонализация власти. То есть раньше это просто делает там Вася или Петя, а теперь это делают целые ведомства. Ну, сейчас мы их министерствами называем, тогда, значит, это были приказы, приказ буквально, значит, поручение. И вот к середине 16 века при Иване Грозном вполне уже существовала целая система вот этих органов, центральных приказов. Важно, они работали автономно, то есть царь мог заболеть, даже умереть, а они продолжали работать. Вот это и есть идея безличного управления. Именно поэтому государство более устойчиво, чем какие-то банды и чем какие-то ханства, еще что-то, потому что они выдержали все кризисы, которые случались от 15 века до и дальше, да, по 17 век, и можно продолжать. Ну, и в начале 17 века, в эпоху смуты, появляется и государственный патриотизм. Даже когда царя нет на престоле, но люди готовы умирать за московское государство. И говорят, наше, наше московское государство или наше московское царство. Это, конечно, признак наличия такого именно государственного патриотизма, не просто любви к березкам или культуре, да, а именно государство становится, так сказать, вот основой идентичности в это время. Так, ну вот, очевидно, мы добрались с вами до последнего слайда. И это значит, что можно перейти к вопросам. Я так понимаю, что у нас минут 10, да? Минут 10 у нас есть. Прошу ваши вопросы. Алексей, вопрос такой, немножко, возможно, к предыдущей части, имеющей отношение, вопрос про историю. Как вы думаете, в чем главная опасность в обносе неверного интерпретирования истории, попытка создания альтернативных всевозможных исторических теорий? В чем, собственно, главная, страшнейшая ошибка для нас, для современного? Так, ну, во-первых, вы подразумеваете, что есть какая-то правильная теория, она одна, и, скорее всего, ее знает вот ваш докладчик. Потом придет другой докладчик, у него будет другая правильная теория. Значит, что я потом по этому поводу хочу сказать? Разногласия всегда существуют. И я сказал как раз про вторую проблему, что я излагаю свою гипотезу. Она не является какой-то единственно возможной. Мне казалось, что у меня там еще могут быть слайды, но, может быть, что-то не записалось. Да, вот видите, извините, мы быстренько проскочим еще несколько признаков. Ну, это уже детали, да? Можете на них просто посмотреть. Вот тут и налоговые реформы, военные реформы и так далее. Вот это, пожалуй, стоило посмотреть. Давайте бросим на это взгляд. Некая специфика московской государственности в сравнении с другими странами. Например, позднее формирование бюрократии. Так, патримониальный или вотчинный характер государства. Но позднее формирование регулярной налоговой системы, собственно, к эпохе Петра. Вот при Петре точно есть налоговая система, так есть подушная подать. Ну, можно чуть-чуть раньше начинать, чуть-чуть до Петра, но все равно это, конечно, не при Иване Третьем. И очень важно, сильная зависимость дворянства, аристократии дворянства от царской власти. Так не было, например, в Западной Европе, в Центральной Европе. И это всегда путешественников зарубежных очень как-то шокировало, что вот они себя холопами называют, там, рабами государя, это все им было странно. И, наконец, сильная тенденция к абсолютизму или самодержавию, что хорошо, довольно известно. Вот, вот теперь мы исчерпали с вами основные пункты и немножечко, значит, что почитать. Тут не так много, но можно почитать мою статью, как-то общий взгляд, так, из старой классики, вот, работа Преснякова, например. Так, теперь я готов слушать дальше ваши вопросы, пожалуйста. Да, да, да. Вот термин «централизованное государство». Я думаю, что если мы этим термином выражаем какую-то суть, по-моему, ясно из этой презентации, что надо сказать, что это модерное государство. Так, ну, или государство нового времени. Тогда мы его, это государство, помещаем в определенную категорию. То есть она относится к тому же типу, что и государства, которые, может быть, раньше на многих местах появились. Тогда у нас есть возможность говорить о сущности, о характере, о природе этой государственности. Поэтому, конечно, это важно. А единое государство – это такой очень, ну, как сказать, условный термин, под которым это часто в учебниках практически синоним. Говорят еще «централизованное государство». Что здесь сомнительно? Почему единое? Значит, здесь, так сказать, скрытая такая отсылка Киевской Руси. Вот в чем дело. То есть подразумевается, что было уже государство, да, оно было, конечно, единым. Ну, быстренько распалось. Ну, не повезло. А потом оно, значит, собиралось. То есть это такое, получается, не просто объединение, а воссоединение. Ну, вы понимаете, куда ветер дует. То есть это вполне себе идеологическая, идеологически заряженная теория. Потому что тогда она объясняет, почему царь Алексей Михайлович, например, Украину присоединял в середине 17 века. Ну, как же, это же земля предков. Одна из ключевых идей – теория вотчины. И, собственно, я вам такой пункт здесь демонстрировал. Государство, которое долго сохраняло патримониальный вотчинный характер. Действительно, в идеологии московских правителей очень важный пункт – это вотчина. То есть наследственное владение. Они прекрасно помнили своих предков и, конечно, наделяли их всеми там чертами. Например, Владимир Мономах тоже именовался самодержцем на всякий случай. То есть он обладал, конечно, всей той же властью. И это была непрерывная линия. И все, что когда-то было у киевских князей, естественно, по определению, должно было достаться их далеким потомкам, то есть московским. Вот так что тут идеология прямо присутствует. Поэтому слово «единое» в нем заложена и вот эта идея, так сказать, воссоединение. И, конечно, презрение ко всему маленькому, как бы раздробленному. Раздробленность плохо, а единство – это хорошо. Это можно по-разному. Я понимаю, что многие наши соотечественники с этим полностью согласны. Что да, сильная держава – это хорошо, единая держава и прочее. Я это знаю, но ученый не может, так сказать, подпадать под какую-то идеологию и как бы норовить тем или другим, потому что тогда он предстает быть экспертом, а становится просто политиком и таким вот оратором, идеологом какой-то партии. Тогда прощай наука. Это уже несовместимо с научным исследованием. Ну и достаточно показать просто идеологические корни, чтобы дальше можно было не продолжать эту мысль. Значит, вот единое, да, значит, и не только я, есть целый ряд других ученых, которым об этом пишут, тот же Горский, мною упомянутый. Он вот это справедливо говорит, что особенно в сталинское время был очень силен вот такой дискурс, ну вот, понимаете, государственное единство, такой сплоченности, единства и прочего. И насмешки над какими-то маленькими карликовыми странами. Вот что Швейцария, ну подумайте сами, ну что это там такое, да. Вот, но это высокомерно и несправедливо. И, соответственно, вот что за этим стоит. Ну и плюс отсутствие целостной концепции, поэтому единое государство централизованное, это все замазывание сути проблемы. А проблема, я думаю, выясняется путем сравнения. Тогда мы получаем шкалу, можем сравнить и обнаружить это явление во всем его масштабе. Ведь это же не только в Москве происходило, да, много где происходило. Так, у нас есть еще несколько минут для вопросов, пожалуйста. Так, вот там вижу руку, вот здесь вижу руку. А потом вы, сейчас вот там еще девушка. У меня зовут Хит, я специалист, учитель учебного университета. У меня такой вопрос, возможно, несколько простой и, может быть, даже глупый. Но вот в основном сравнению с Западной Европой, а если с Азией сравнивать восточную, например. Хороший вопрос. То есть, мне интересно, характер воссоветета в отношениях со мной был все-таки ближе к Западной Европе или, опять-таки, к китайскому варианту? Значит, вы понимаете, хороший вопрос, действительно. Можно ведь смотреть и из Азии, и такие работы тоже есть. Ну, не по-русски, но это для нас сейчас не проблема. Есть такой Виктор Либерман, который об этом писал из статьи и книги еще начиная с 90-х годов. У него в одной из статьи очень интересно сказано, что если смотреть из перспективы какого-нибудь Таиланда, Бирмы, а он специалист как раз по этой части Азии, то очень любопытно получается. Во-первых, видны общие закономерности. Во-вторых, Россия у него тоже была включена в это сравнение, и Франция тоже. Так вот, наверное, это, в общем, предсказуемо. Россия оказывается ближе к Франции, понимаете, да? Если смотреть с перспективы Дальнего Востока. А если смотреть с Франции, то, я думаю, все понятно, да? Россия окажется ближе к своим соседям, например, к Османской Турции, Османской империи. В сущности, турецкий султан в каком-нибудь 17 веке, если вы не были, съездите в Константинополь, он же Стамбул. Многое узнаете полезного. Так вот, султан в своем гареме и московский царь в своих палатах очень похожи. Ни тот, ни другой не вмешивались в текущее управление. Турция, безусловно, была модерным государством. Это сейчас совершенно понятно. Поэтому надо избавиться от какого-то вот этого провинциального такого европоцентризма. Ну, я уж не говорю москвоцентризм, но европоцентризм считает, что больше нигде ничего интересного не было. И образование модерных государств, наверное, более широкий процесс. Он не умещается в одной Европе, по крайней мере, в ее узких границах. Ну, это старая тема. Турция же всегда была на границах Европы. И сравнения эти существовали очень давно. Так, ну, извините, на один вопрос не ответил ваш последний, но просто не успеть. И вот здесь, наверное, последний вопрос. Вот вы хотели. Я бы хотела начать по поводу граунда самого московского государства. Можете ли вы сказать, что действительно существовала некая единая центровежная тенденция на всей территории? Потому что уже можно вспомнить и разногородскую историю, и стоярскую. Либо же мы имеем дело с каким-то общим культурным фоном, на который очень удачно велег импульс сверху. Спасибо. Да, замечательный вопрос, потому что, понимаете, что такое суверенитет? Ну, об этом написаны целые тома. Но, в принципе, суверенитет не образуется только изнутри. То есть это охватывало целый большой регион. Новгород, совершенно несомненно, на сегодняшний день тоже стремился к суверенитету. Более того, сопротивляясь Москве, Новгород в 60-е годы 15 века взял себе тоже титул, если хотите, «Господин, господарь, великий Новгород». Интересно, что в московской летописи над новгородцами жутко издевались по этому поводу. Какие-то мужики, там, вечники, там, кто-то, да, какой-то сброд, какая-то толпа, называют себя господарь. Да что же это такое? Ну, после чего последовал карательный поход на 471-й год. То есть в конечном счете все решалось на поле боя. Претензии-то претензиями, но надо было их подкрепить военной силой. Вот. Поэтому, когда происходит вот этот парад суверенитетов, то остаться в стороне невозможно. Дальше уже чья возьмет. Но, в принципе, значит, Новгород стремился, Псков стремился к этому. Ну, и любые вот эти самостоятельные, полусамостоятельные земли, княжества, да, образования. Дальше понятно, что из них осталось, так сказать, московское государство, подчинив себе, ну, раньше или позже другие. А остальные достались Литве, да, оказались под суверенитетом Великого княжества Литовского. И, таким образом, никаких самостоятельных к концу 15-го просто не осталось. Все, всех поделили туда или сюда. Так, ну что, хотите еще один вопрос? Ну, пожалуйста, вот, девушка. Так, наша помощница куда-то ушла, но я свой микрофон отдам. Большое спасибо. А вы ответите. Юлия Северзавковская, управление РАДХИКС, фактепентология. Спасибо. Спасибо. У меня более такой уточняющий вопрос. Вы говорите про суверенитет и вы знаете еще его с границами. То есть, вы, наверное, отметите, про какой суверенитет вы говорите, потому что если в Бадрэдовском понимании суверенитет суверенно, да, или в его власти, тогда я с вами соглашусь, что он начинается восстановлением. Но если по бесплатному договору, что суверенитет – это не вмешательство, право на не вмешательство со стороны других государств, то о таком суверенитете говорить в 16 веке нельзя, потому что он появился в 17 веке. Как же к госграницам? Потому что для восстановления госграниц необходим какой-то международный договор о своем международном праве. Вот вы говорите, что в отношении судьбой образовалась граница. Существовал ли какой-то документ, подтверждение? Конечно, конечно. Речь идет о договорах. Совершенно верно. Да, безусловно. Суверенитет? Да, суверенитет. Да, конечно. И тут можно говорить об определенных этапах. Вы правы. То есть речь не идет о, понимаете, о не вмешательстве, вот это все. Да, это действительно появится позже. Но если говорить суверенитет монарха, да, суверенитет вот некого носителя, да, власти, как король, или может быть, в принципе, могло так быть, что это могла быть и республика, ведь такого тоже было. Такие примеры мы тоже знаем. Та же Венеция, вот, то есть это тоже было возможно. И, конечно, ошибочно думать, что Боден просто взял и открыл, вот, да, посмотрел на небеса и как-то так сформулировал. Конечно, он уже обобщал практику, которую он знал. То есть он сравнивал разные монархии, да, разные политеи, и плюс знал теорию Аристотеля, конечно, и как-то обобщал. Но задолго до Бодена, за сто лет, да, это происходило просто на практике. Очень интересно почитать, допустим, что писал и говорил тот же Иван Третий, очень мудрый, действительно проницательный государственный деятель. Он не знал никакого, Бодена не мог знать, но он и Аристотеля, скорее всего, не знал. Без всякой теории, да, просто на своем огромном жизненном опыте. Он формулировал такие идеи, да, например, своей дочери, которую он выдал замуж за литовского князя, он писал, когда, значит, она попросила его совета, они хотели дать там какие-то земли, соответственно, брату короля, да, или брату великого князя. И он писал, дочь, я думаю, что ты помнишь еще, да, какие у нас бывали нестроения, и, в общем, плохо, когда в одной земле государей несколько, да, или государей много. То есть он очень ясно, да, по-русски формулировал вот эту мысль, в одной земле один государь, не может быть их много. Вот, и еще есть его ряд таких высказываний, из которых понятно, что он сознательно вот эту идею суверенитета формулировал. И идею независимости своей власти от каких-то других правителей, он ее просто сформулировал, говоря с одним пословом. Вот, так что это вот так происходило с этим. Ну, а уже там, соответственно, неприкосновенность границей, невмешательство, это все гораздо более поздние явления. Так, ну что, все? Докончили, наверное? Время обедать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ